ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступаем. Ой, одинокие огноглазые пью. Хоть похвали, что приехала. Друзья, всем доброго дня. Выбралась я с работой на рыбалку. Заехала в лес. У нас очень много снега выпало. Я думала, что он немножко примнется. Но не тут-то было. Даже для тундры проблема. Он вязнет вообще по самой высоте колес. В общем, у меня с собой лопата. Как у путнего рыбака, автомобилиста. Не думайте. Итак, айда со мной смотреть, что я тут накопала. Ребят, не рискнула я дальше испытывать судьбу. Мне надо вот туда спрятать нос машины. Дальше я пешком пойду, потому что я там просто банально не развернусь и не проеду между деревьев. По самые... Господи, вот этот, господи... Порожек снега. Вот я тут... Лопата. Вот, вообще, чтобы вы понимали, вот, по колено. И то я еще не полностью воткнула. Вот, я уже тут парковочное место разобрала. Вот. Ну, в целом уже хорошо продышалась. Какова будет у меня рыбалка на живца, это мы узнаем позже. Вот, прям вообще прекрасно. Так, кому там надо почистить двор, почистить улицы? Обращайтесь. Снегоуборочная техника работает. Приступаем, ребята. Ребята, приступаем. Ой, одинокие, одноглазые пью. Так, надеюсь, я успею до того момента, как тут поедут рыбаки. Фух, держу за меня кулачки и вперед за работой. Движение – это жизнь. Так, ну, в целом так происходит. Я еще, наверное, полметра, на всякий случай, чтобы у меня встала машина, никому не мешала носом. Конечно, можно и без вот этих телодвижений обойтись. Но я перестраховываюсь, потому что я девочка. Вот, и мне надо наверняка, потому что спасать меня отсюда просто некому. Так, ребятки, все, парковочное место подготовила. Сейчас быстро паркуюсь. Тут еще, наверное, метров 150-200 пройти пешком. Вот, ну, не знаю даже, сколько тут пройти. Стремительно темнеет. Так что там, наверное, как таковой съемки. Буду только показывать на малевник. Уже по факту, что буду вытаскивать. Вот, потому что ничего видно не будет. Ну что, держим за меня кулачки. Так, нехитрый скарб ловца за живцами. Вот ведро, два малевника, там волокуши, на которые я поеду. Взяла на всякий случай бочку, потому что она имеет такие борта, чтобы рыбка не кружила, хороводы не водила, не уставала. Ну, собственно, на сегодня самый главный инструмент это лопата. Айда, заводись в машину, со мной паркуемся. Ребят, ну, чтобы было понимание, вот тут вот я немножко не попала в свою зачистку. Вот она у меня собирает одним колесом. Довольно-таки тяжело проталкивать. Ну, вот тут вот я чуть-чуть не попала. Так, ну, давайте посмотрим, что у меня, проедут ли тут машинки. Так, ну, теоретически вот идет колея, то есть машины должны проехать. Там еще одно колесо, конечно, можно еще эти сантиметров 10 сдать, но я думаю, что уже сегодня на ночь навряд ли кто-то будет. Вот, ну что, одно колесо хорошо, видите, немножко скривило. Не видно, задняя камера ничего не дает. Ну, в общем, переодеваюсь, время терять не буду, проедут тут. Вот, ребята, на предмет тут тоже мониторила, на предмет ламелей, какие лучше всего. То есть есть грязевая резина, вот лучше, когда они ламели, вот эти вот полосочки, они идут перпендикулярно, ну, в разные стороны. К примеру, левая сторона вправо загибается, левая получается в другую сторону. Ну, ну, или там наоборот. У меня они выходят все в одну сторону елочкой. Вот, поэтому, хоть и врангелевская резина, вот, но, в общем, честно скажу, надо для таких серьезных, серьезных грязьевых или снежных испытаний все-таки брать проверенную резину. Ну, когда-нибудь я заработаю денег и куплю себе Мишель или Мишлен. Вот, вот такая вот я, автоледи. Так, ну, а пока я без Мишлена, я просто копаю. У меня есть лопата и две руки. Ну, в общем, и немножко опыта за плечами. Ну, вот видите, сколько, минут 10 всего лишь прошло, может, даже меньше. В общем, я сейчас быстро одеваюсь, уже видите, как все стемнеет. Ладно, айда на рыбалку. Так, ну что, ребята, я одела волшебный фонарик. Там у меня волшебные снасти катятся, пока машинка, я тут пошла. В общем, собралась я, как в армии, за две минуты. Так, что я тут уже потеряла? Смотрим, что я тут потеряла. Блин, я успела отъехать, но меньше всего я ожидала, что у меня начнутся проблемы с волокушей, что я начну все терять. Ой, Аня, Аня, кто-то тут писал, говорит, родится из подписчиков. Родится дочка, но зову Аней. Блин, ребята, не знаю. Аня, это не Аня, это 100 рублей убытку. Беспокойное хозяйство. Все, вот так вот, чтобы ты ехала за мной. Так, дубль два. Собралась я тут, как в армии. Поскакала, поскакала, потому что у меня еще метров сто идти по снегу. Ой, какая красивая заснеженная тайга. Вот, не знаю, опять, наверное, на эти выходные никуда не поедем. Ой, в общем, дел много. Ну, хотя бы вечером, вот, у меня будет хорошее настроение. Я приеду тоже с рыбалки. Тайга особо красива после снегопада. Сказочно просто. Вот тут точно живут и лешие, и кикиморы. Вот, всегда надо поздороваться с нашей кормилицей. Вот, низкий поклон за дары щедрые. Вот, кормит нас тайга северян. Я думаю, любой лес кормит. Закат какой красивый. Надо помолчать. Да, снегу навалило, навалило. Эти кисугробы. Там в таких вот сугробиках могут спать медведи. Можно на берложку наскнуться. Ребята, кстати, помните, я рассказывала про лесу, которую я тут прикормила ершом? Как она тут хорошо поела у меня однажды. Я ее чуть не вижу. Может, она тоже в спячку легла? Шутка, конечно. Вот сейчас по таким сугробам попробуй поскочить. Следов нету, никого нету. Но мне, как всегда, спрашивают, чем я защищаюсь. Хожу в тайгу. Да, ребят, ничем. Вот у меня малевник, веревочка. Хорошее настроение. Ну, так-то я умею пищать очень громко. Вот. Все нормально. Вот. Главное, не показывать свой страх. Ну, а там как повезет. Сколько там тебе в небесной канцелярии отведено, столько вы, ребятки, как говорится, просуществуете. Ой, так, ну смотрим, что у нас тут. Еще теплая река наша не закрылась. Нет, кажется, у нас тут вот, фу, можно, можно еще порыбачить. В берегах надо аккуратно ступать. Я тут по сугробу съехала. Вот потеха была. Но это было ночью, и никто меня не снимал. Вот смотрите, сколько снега. Там течет теплая речка. Вот. Вода потихоньку прибывает. Вот. Ой-ой-ой. Было у нас недавно минус тридцать. Минус тридцать, представляете? И вот уже опять отошли бережки. И сегодня ноль. Так, ну что, ребят. Буду с Настей собирать. Уже не буду показывать, как я черпаю. Просто будем результаты смотреть. Ну вот, вроде как даже забереги есть, или это просто... Нет, это просто так... Мелькает берег. Ладно, ребята, приступаем. Времени немного. Так, ребят. Ну что, вот я вот запустила. Малевник. Третий спуск, можно так сказать. Рыбка бегает. Но рыбка очень маленькая. Вот Нирочка. Очень хороша она... Хороша она этого на окуня. Сейчас тут... Вот видите, есть ижевцовая. Вот эта вот на окуня хороша. Ну, это на щучечку. Ну, я люблю парочкой вешать. Две-три на тройничок. Щука подплывает и очень удивляется. Фух, сейчас пойду схожу за палкой. Попробую не швырять в малевник. А на палке неудобно мне, конечно. Вот, ну, меньше будет рыбы пугаться. Ну, надо... Что скажу? Ну, что скажу? Значит, рыбка маленькая. Может, это потому, что еще светло. Вот я тут палку нашла. Палку-выручалку. Самое главное теперь не соскочить. Ну что, пойдем добывать рыбку. Там, я знаю, несколько омуточков впереди. Теоретически должно, наверное, там покрупнее. Потому что, где мелко, там, конечно, очень мелкий живец. Вот. Если здесь не будет, ну, уже там затемно буду стараться идти дальше. Так, поднимаю малевник. Так, ну что, в этот раз у меня неплохо получилось. Отличная живцовая рыба. Вообще просто елец исключительный. Не больше, не меньше. Вот прямо то, что нужно. Вот. Ну, тут мелочь такая. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Как всегда, ёрш. Как всегда, ёршик. Царь канды мы его называем. Вот, меленький. Его отпускаем. Ну что, запускаю рыбку. И пойдём дальше рыбачить. Так, малевник запущен. Пока тоже забросила. Наверное, всю рыбу перепугала. Двигаюсь по течению. Вверх по течению. Надо всё-таки, наверное, удобно-неудобно одевать палку. Так. Схожу за палкой. Вот пока тут окончательно всю рыбу не распугала. Также надо штук, наверное, под сотню, друзья едут на рыбалку. Ну, не. Я сама так хоть друзья съездят. Вот такая вот маленькая речулочка у нас. Кормилица наша. Кормилица. Так, что тут у нас живёт? Обалдеет. Обалдеет. Сейчас мы тут ему включим. Ну-ка, биться тут. Ой. Ну что, видно там что-нибудь? Ой. Ну, нормально. Номально. Напугала всю рыбу, да? Напугала. Так, привязала я тут палку. Вон там у меня малевник. Ну, сейчас посмотрю. Тут прям такой хороший омоточек. Подсвечиваю, чтобы было уже видно в сумерках. Забыла треногу. Ну, поэтому будем только по факту. Понятно тут, как я его буду поднимать. Так, вот такая же совая радость у нас тут получилась. Так, как тут пойдёт. Значит, в принципе, неплохо. Вот этот такой уже на щучку пойдёт. Ну, пока что мелковат, если честно. Пока что мелковат. Ерша нету, видите, двигаюсь дальше. Вот. Может быть, она уже внизу я пошла. Рыба и такое может быть. Сейчас будем искать. Это дело такое. Рыба дело такое. Главное не стоять на месте. Так, ребята. Дела понемножку уменьшаются. Улучшаются. Так, сейчас. О. Понемножку улучшается. Рыбка крупнее. Даже вон нажарю. Нажарю. Тут можно попробовать. Ой-ой-ой, какая. Подъязок прям целый. Нет, это елец. Ну что, пойдёшь, жарится. Так, что я ещё сегодня на еду нам наловлю. Вот. Ну, конечно, ёж куда тут без него. Да, всё-таки надо в более тёмное время суток. Рыбка покрупнее. Ну, сейчас как раз опустится ночь. И будем рыбачить. Закончила свою рыбалку. Особо не получается снимать. Вот. Тут вижу. Приближаюсь к машине своей. Волокушу вообще еле тащу. Ну, наверное, да. Штук 100-120 споймала. Мелковато. Но, короче, сойдёт. Так. Сейчас буду открывать багажник. Грузиться. Вот тут вот эту сторону чуть-чуть подоткну. Чтобы был разгон. Надо протоптать. Ну, всё как на снегоходе, в общем. Видите, а то машина тяжёлая. Она, конечно, гребёт за собой. Может, я и проеду. Ох, ой. Сугроб нагребла. Ну, лучше, мне кажется, это, чтобы ей посвободнее было. Ей там хватит ещё вперёд. Такие сугробы местить. О, всё, сфокусировала. Ну, всё, ребята. Короче. Вот так вот надо снимать. О. В общем, ребята, двигаю я домой. Держите кулачки. Вот тебе ключи. Там машина. Слегка снегом помятая. Вот тебе живцы. Труды, блин. Сейчас. Это дело надо... Ужастое. Ой-ой-ой. Кто молодец? Я молодец. Кому понравилось со мной рыбать часах и пачеки вверх, я иду на рыбалку.